Привет ребят, с вами как всегда Джампу Макс и сегодня мы поговорим о многострадальной сделке Иксбокса и Активижн Близзард. Просто буквально вчера появились новые и уже серьезные подробности. Перед началом видео как всегда прожимайте лайкусик, подписывайтесь на канал и пишите свое мнение о том, что думаете по этому поводу. Кстати, я подумываю все-таки взять себе серию СС, ибо на работе играть в 30 фпс киберпанк на Иксбокс Ван поднадоело. Покупка достаточно серьезная, поэтому я решил купить ее в сплит, чтобы долго не откладывать данное приобретение. С помощью сплита вы можете купить нужный товар уже сейчас, а оставшуюся часть вы можете оплатить в течение двух месяцев, ведь разбивая платеж на два месяца у вас не будет никаких переплат. Поэтому если вы давно мечтали о какой-то покупке, но откладывали, самое время воспользоваться сервисом. Переходите по ссылке в описании и выбирайте понравившиеся товары по сплиту. Вероятнее всего, многие из вас уже наслышаны о том, что Иксбокс уже как год пытается закрыть ту самую сделку с Активижн Близзард. Да, и что Майксов планирует полностью купить создателя колды за 69 миллиардов. Первый раз, когда мы услышали эту новость, ничего кроме как положительных эмоций не было. Не, я правда был рад. Ибо когда Майки до этого купили беседку, их проекты почти сразу добавились в геймпасс, а понятное дело, что следующие проекты тоже будут добавляться в поэту подписку. После анонсировался эксклюзивный Редфолл, Старфилд и так далее, и вот, казалось бы, успех Иксбокса где-то близко. И в целом от создателей колды многие ждали подобного, и если быть конкретно, то всю серию колды на халяву. И да, действительно, где-то просказывал слух, что вся серия колды автоматом попадет за счет этого события в подписку. Кроме восторга, тут опять же ничего не могло быть, но чем дальше тянется эта сделка, тем больше мы видели всяких интересных подробностей. Напомню, что самой недовольной компанией по этой сделке является Сони. И, соответственно, всеми силами они хотят заблокировать данную сделку. Ну, поскольку в случае слияния серия колды будет уже под контролем Майков. И, соответственно, Сони потеряет за счет этого либо огромный кусок пирога, а может и всю серию целиком. Конечно, Сони был предложен некий контракт, который бы гарантировал выпуск колды, по-моему, на протяжении 10 лет, но их это не устроило. Мне кажется, они просто смотрели на перспективу, и в случае, если колда перестанет уходить на плойку, японцам нужно будет делать свой аналогичный шутер. Ну, по крайней мере, конкурентоспособный. В итоге мы видели, как две компании плакали друг перед другом о том, как им всем тяжело, что, мол, игр у Иксбокса нет, и они не такие по качеству, как у Сони. Это, кстати, сами Майки заявляли. Сони же нылают, что без колды ей не прожить, в общем, ничего личного, это бизнес, каждый пытается достичь цель своими путями. В течение уже года, если честно, я охладел к этому бессмысленному безумию, поскольку сделка для игроков, конкретно Иксбокса, и кроме как возможного добавления колды в подписку, пока что не несет ничего интересного. Поскольку не раз уже было сказано, что колды это не самое основное, зачем гонится Майкрософт, и даже сам Фил Спенсер говорил, что у него в целях это мобильный рынок, и как раз таки путем слияния он этого и достигнет. Я прекрасно понимаю, что многие обладатели Иксбокса себе напредставляли золотых гор у себя в голове, я, кстати, их представлял тоже в начале, но пока лишь это наши фантазии, которые никак не переплетаются с официальными заявлениями. Просто знаете, смотря на эту сделку с беседкой, каких-то реально плюшек мы не получили. Да, мы получим там в мае Redfall, который будет идти в 30 фпс, получим Starfield, который по слухам тоже будет идти в 30 фпс, и 60 фпс там вряд ли вообще появится, как и русского языка, но опять же это слухи. Просто любая покупка студии почему-то оказалась некой гарантией того, что все будет прекрасно, не только с идеями игры, но еще и с оптимизацией, потому что эксклюзивные все-таки проекты. Но на деле это происходит совсем не так, как хотелось бы, и мы до сих пор не знаем, какой будет в итоге Starfield, какой будет Redfall, и новости, которые ходят вокруг этих эксклюзивных проектов, особенно после спорных Halo Infinite, какой-то надежды, если честно, уже не вызывается. Но пофиг, тут еще неизвестно, может быть майки все-таки сотворят с беседкой какое-то чудо, но сегодня мы говорим немножко о другом. В общем, читая уверенные новости от лица Microsoft о том, что у них все на мази, некоторые регуляторы уже одобряют сделку, да, и после того, как их число действительно начало увеличиваться, и по крайней мере происходило ли хоть какие-то сдиги по данному процессу, казалось, что да, вот майки уже близки к тому, чтобы все-таки закрыть эту сделку без проблем. Еще забавно то, что буквально вчера выходит вот такая вот новость от аналитиков. Мы ожидаем, что регулятор Великобритании одобрит слияние в обмен на то, что Microsoft примет определенные правила, которые могут управлять ее практикой в отношении облачных игр. Как только Великобритания и Евросоюз одобрят сделку, мы ожидаем, что Федеральная торговая комиссия США последует их примеру. Мы по-прежнему уверены, что сделка будет завершена вовремя в течение финансового года Microsoft, заканчивающегося 30 июня 2023 года. Короче, аналитики уверены в том, что сделка все-таки закроется, это будет до 30 июня, но буквально через несколько часов выходит официальная новость о том, что уже, ну, как бы не аналитика, а официальная новость, в которой стало известно, что Великобритания блокирует сделку Microsoft и Activision Blizzard за 69 миллиардов из-за рынка облачного гейминга. Кстати, чтобы первыми следить за такими новостями, я вам советую подписаться на наш телеграм-канал, где проходит розыгрыш на новых джедаев, поэтому поспеши, ибо итоги будут 28 числа. Ссылку оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Если что, решение комиссии было объяснено тем, что на долю Microsoft уже приходится около 60 или 70% облачных сервисов. А еще у компании есть и другие преимущества в этой области, и после сделки влияние Microsoft на сектор лишь возрастет, ведь под ее контролем окажутся такие крупные франшизы, как Колда и Варкрафт. Конечно, Microsoft во время сделки наоборот топила за то, что у геймеров якобы будет намного больше выбора к чему примкнуть и на чем поиграть, и даже ручалась за то, что Колда заскочит на Нинтендо, хотя кому это надо? Но, видимо, англичане другого мнения. Microsoft уже заявила о том, что она будет оспаривать данное решение, но с этого всего стало известно, что у них не все так гладко, как нам казалось. И все-таки есть вероятность, что данная сделка не получит зеленый свет. А если так и будет, то Microsoft вроде как должна выплатить еще неустойку за сорвавшуюся сделку, и сумма там немаленькая. Честно говоря, эта сделка не несет пока никакого положительного исхода для игроков Xbox, лишь, пожалуй, в виде каких-то надежды, если только. Но вот у Фила Спенсера, если сделка не состоится, могут быть явные проблемы, и даже крайний год, когда он управляет Xbox подразделением. Поскольку если смотреть на заявление о том, что подписка не дает тех результатов, которые должны быть, то что финансовый период оставляет желать лучшего. И если учитывать, что в целом Xbox за последний год реально очень сдал позиции за счет ничего не делания в плане эксклюзивных проектов, думаю, Microsoft может реально пересмотреть свое видение по отношению к Xbox и его руководству. Если честно, мне вообще пофигу, произойдет эта сделка или нет, по одной причине. У Microsoft уже и так дофига студий, на которые они могут заострить внимание и сделать так, чтобы у обладателей Xbox были игры от внутренних студий. И как по мне, те самые 69 миллиардов они могли бы впустить на разработку каких-нибудь эксклюзивных франшиз, на какие-нибудь, я не знаю, аксессуары, портативки, VR-шлема. Но им походу просто нужен какой-то рабочий завод, дабы штамповать колду из года в год и получать с нее бабос. Исходя из того, что было выпущено за последние два года, можно сказать, что у майков силы студий как бы дофига, а выхлопа не так уж и много. И при сделке Activision Blizzard нет гарантии того, что все станет вдруг замечательно. Что касаемо самой сделки, да, пока еще ничего не известно, не ясно и на мой взгляд нужно дождаться лета. А конкретно презентации и официального заявления по сделке, ибо есть вероятность того, что исход ситуации будет все-таки летом. И такой сценарий данного видоса был бы вчера, если бы я выложил этот видос, поскольку он был готов, но я его дозаписываю и просто хочу сказать, что скорее всего сделка может вообще не реализоваться до 2024 года. Поскольку на веб-сайте апелляционного суда по вопросам конкуренции говорится, что простые такие дела должны быть рассмотрены в течение 9 месяцев. И с этого следует, что та самая апелляция не состоится до 2024 года, поэтому шансы на это закрытие в этом году очень и очень минимальные. На самом деле это такой неожиданный поворот и интересно очень посмотреть на то, как будет выкручиваться Microsoft. Но я все равно вам советую дождаться лета, потому что, опять же, если сделка не закроется, нам будут интересные проекты, так скажем, дорожная карта, которая нас будет ждать в будущем, если, конечно, она вообще будет. Поэтому, на мой взгляд, летом Microsoft реально придется постараться, дабы удивить нас презентацией и анонсами, которые она готовила, видимо, за все эти года. Но, как по мне, лучше ждать игры и новостей о том, что получим мы, игроки, а не то, что получит Microsoft, ибо конкретная сделка Activision Blizzard может направлена совсем быть не на Xbox. В общем, такие вот новости, друзья. Если вдруг понравился вам видосик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите свое мнение в комментариях. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok